Бойцы и криминалы всегда были рядом друг с другом. Огромное количество бойцов ММА, боксеров, кулачников пошли не по той дорожке. Тому яркий пример Александра Емельяненко, Вячеслав Дацик, Майк Тайсон и многие другие. А у некоторых вообще можно сказать криминальный талант и они попадают за решетку не один, а несколько раз. Но даже после выхода на свободу все равно устраивают драки, потасовки и ведут себя крайне провокационно. Ну а в сегодняшнем видео речь пойдет как раз таки о таком бойце и имя его Хамзат Куриев, более известный как Маэстро. Поэтому усаживайтесь поудобнее, вас ожидает жаркий выпуск, в котором я вам расскажу про жизненный путь Хамзата, кто он на самом деле и чем занимался до своей популярности. Я думаю, что многого из биографии Маэстро вы точно не знали и явно будете этим шокированы. Ну а с вами Ударник, всем приятного просмотра, погнали! Хамзат Куриев родом из Паласовского района Волгоградской области. До 12 лет он жил в маленьком хуторе Смычка. Когда Хамзату было 7 лет, мама решила отдать его в секцию бокса. Да-да, вы не ослышались, именно мама, а не папа, как это обычно бывает. Но Хамзат посещал тренировки всего пару недель. Бокс ему с первого раза не понравился и он перестал посещать тренировки. Вплоть до 6 класса Хамзат жил в деревне, был хорошистом в школе, у него было всего 2 четверки. После чего он снова переехал в Паласовку, где жил уже с отцом, который настоял на том, чтобы Хамзат занимался спортом и вернул сына в боксерский зал. Как рассказывает сам Хамзат, несмотря на неплохие школьные оценки, он всегда был сорвиголовой. Плохо себя вел, переговаривался с учителями, а в 12 лет он, можно сказать, уже на постоянной основе дрался на улице. Отца в школу вызывали чуть ли не каждую неделю. Все это время, до 16 лет, маэстро занимался боксом в Паласовке. А затем, в возрасте 16 лет, после 9 класса, он поступил в Волгоградский олимпийский резерв. Съехал от отца и жил в общежитии. Хамзат упорно тренировался. И мечтал стать олимпийским чемпионом по боксу. Достиг звания кандидат мастера спорта. Но надолго его не хватило. Так как контроля со стороны отца не было, он начал вести разгульный образ жизни, смешивая его с тренировками. И уже на третьем курсе Хамзата отчислили. После чего, жизнь маэстро пошла под откос. Первая жестокая ситуация произошла с Хамзатом в возрасте 18 лет, когда он был еще совсем молодым пареньком, которому не хватало денег на жизнь. Хамзат, прогуливаясь со своими друзьями по развлекательным заведениям, увидел одного мужчину с крупной суммой денег на руках. Парни загорелись возможностью быстрой наживы, подкараулили жертву, жестоко избили мужчину и забрали у него все деньги до копейки. Но как вы знаете, такие поступки редко остаются безнаказанными, поэтому долго Куриев на свободе не пробыл. И через небольшое время он попался в руки полиции. Хамзат взял всю вину на себя, несмотря на то, что у него было около пяти подельников, и уехал в места не столь отдаленные, с целым букетом статей, таких как разбойное нападение, а также причинение тяжкого вреда здоровью. Но благодаря отцу и его связям, маэстро просидел в заключении всего год и четыре месяца, что является нереальным маленьким сроком за такое серьезное преступление. И как вы думаете, какая мысль должна быть в голове у человека, который только что вышел на свободу, отсидев за достаточно серьезное преступление? Наверное, мысль о том, что нужно в срочном порядке менять свою жизнь в лучшую сторону и больше никогда не попасть за решетку. Но видимо маэстро мыслил иначе. Как только он вышел на свободу, то сразу решил отдохнуть, развлечься, и снова пошел в клуб, где у него завязался конфликт с одним из посетителей развлекательного заведения. Накал дошел до предела и маэстро пустил в ход свои навыки бокса. Избил своего противника, после чего потерпевший пошел в машину за пистолетом и вернулся в клуб уже с огнестрельным оружием. После этого он нашел Хамзата и выстрелил в него два раза. Обе пули попали в руку, но Куриева это совершенно не остановило. Будучи на адреналине, он догнал стрелявшего и снова избил его. С этим человеком Хамзат в дальнейшем отношения урегулировал и до полиции дела не дошли. Но и эта ситуация не изменила сознание Куриева. Если человек попал один раз за решетку, то ему очень сложно будет не загреметь туда снова. Что как раз и произошло с Хамзатом. Когда он залечил раны от перестрелки, 11 февраля 2017 года, маэстро с дружбаном решили заглянуть в один из волжских баров под названием Кэш-13, где они подошли к ранее незнакомой девушке и стали высказывать в ее адрес оскорбительные выражения. По крайней мере так сообщает интернет-источник. После чего за девушку вступился ее друг, что естественно не понравилось боксерам. Началась драка двое на одного. Не меньше в восьми сильных ударов получил защитник женщины. Хамзат с другом сломали ему челюсть, а также он заработал сотрясение мозга. После этого происшествия Хамзат решил переехать в Москву, начать работать в столице охранником и проводить персональные тренировки по боксу. В общем решил в корне поменять свою жизнь. Но снова засветился на просторах медиа не с лучшей стороны, а именно на ютуб канале Боевые Ботаники, где у друга Хамзата Арсика завязался конфликт с нынешним бойцом UFC Вячеславом Борщевым. Арсик и Борщев решили устроить бой в спортзале один на один, без перчаток, по уличным правилам. Когда Борщев начал выигрывать поединок, Хамзат, наблюдавший рядом, решил, как многие это назвали, в крысу ударить Вячеслава. Это, конечно же, вызвало огромную критику со стороны публики и самих авторов канала «Боевые ботаники». Хамзат после потасовки написал журналисту Александру Лютикову, что он просто заступился за друга, и в следующий раз, если увидит Вячеслава Борщева в родном городе Волгоград, то устроит ему мужской разговор. Но второй встречи с Вячеславом так и не произошло, так как в 2019 году друг Хамзата, с которым они избили парня, заступившись за девушку, да-да, именно то происшествие в клубе, снова совершил преступление. Полиция начала поднимать старые криминальные дела, связанные с ним, и наткнулась на избиение с участием Хамзата Куриева. После чего в дверь съемной квартиры, где проживал Хамзат, прозвенел звоночек, и его снова упекли за решетку по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группы лиц из хулиганских побуждений». «Просто меня на съемочной квартире принимают, там кровь абсолютно, принимают ФСБ, все залил кровью, я лежу на полу и не понимаю, за что меня просто принимают. И я говорю, вообще, за что, на каком основании вы меня задерживаете? Он говорит, да ты, говорит, не помнишь, что типа 2-3 года назад ты, говорит, человеков избил в заведение. А я говорю, ничего себе, да». Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Поэтому, как говорится, ничего не остается безнаказанным. Спустя год, Маэстро выходит из заключения и понимает, что нужно развиваться, а в этот период как раз-таки широкую популярность обретают кулачные бои. Как вы помните, я говорил, что Хамзат имеет огромное количество так называемых боев на улице, поэтому голые кулаки ему подошли как нельзя больше. Для своего дебюта Маэстро выбирает лигу Хардкор Файтинг, так как именно в Хардкоре можно отлично прокачать свою медиапопулярность и в быстрые сроки заработать денег. И вот Хамзат залетает в гран-при второго сезона. Первый бой выполнен 17 марта 2021 года. В тот вечер Хамзату противостоял Эльнур, завоеватель Сулейманов, мастер спорта международного класса по боксу с огромным опытом. Но Хамзата Курива этот факт совершенно не смутил. И через 20 секунд после начала боя он отправил своего соперника в жесткий глухой нокаут. Это тоже всегда интересно смотреть. Всегда тяжело. После этой быстрой победы Хамзат сразу завоевал любовь к публике. Хардкор не стал тянуть со вторым боем Хамзата, и буквально через пару месяцев Маэстро встречается с Данилой Волковым, достаточно габаритным парнем, что также было для Хамзата не преградой. Он не стал изменять традициям и снова сенсационно нокаутировал своего соперника также в первом раунде. Вот после этого боя в Маэстро увидели потенциал и поняли, что этот парень далеко зайдет по сетке гран-при. Следующим на пути Хамзата был Алишер Шукуров. Крепкий орешек, который не упал под напором Маэстро. Но несмотря на это, в доминационной манере Хамзат забрал победу с ненагласным решением судей. Но вот уже следующий бой доставил Куриеву немало проблем, так как в одной четвертой финала он столкнулся с жестким ударником Захаром Амаи по прозвищу Езид. Уже через 24 секунды после начала боя Езиду удается отправить Хамзата в нокдаун. Маэстро достаточно быстро встает, но Амаи снова удается потрясти Хамзата в конце первого раунда, благодаря чему Езид забирает первую двухминутку. В очень трудной ситуации находился Хамзат в тот момент, но несмотря на это ему удалось перевести бой в свою пользу и сделать нереальный камбэк. Он отправил Езида в жесточайший нокаут во втором раунде. После этого боя Хамзат обрел огромную фан-базу и вышел в полуфинал Гран-при. А там его ждал армянский нокаутер Лендруш Акопян, который в одной четвертой потушил свет в глазах Кирилла Черняева. И вот настал долгожданный день полуфинального боя, в котором небольшим фаворитом был Лендруш. На протяжении двух раундов Акопян в одну калитку разносил Маэстро. В этот вечер Хамзат побывал аж в пяти нокдаунах. Уму непостижимо, как Куриеву удалось вставать, но несмотря на это Хамзат собрал всю волю в кулак и забрал третий раунд. Но, к его сожалению, для победы этого казалось мало. Он проиграл единогласным решением судей. И буквально в одном шаге от финала выбыл из Гран-при. После чего Самат Кыргыз Абдурахманов одержал победу во втором полуфинальном поединке над Амхадом Нохча. И Маэстро выпал шанс сразиться с Нохча за третье место в Гран-при. И приз в размере 500 тысяч рублей. Но совсем недавно вышла пресс-конференция, на которой Хамзат и Амхат заявили, что не будут драться друг против друга из-за национальных соображений. И предложили поделить призовые деньги между собой. На что Сульянов выразил отказ. Но несмотря на это, Хардкор дал достаточно хороший толчок Хамзату. Его инстаграм на данный момент насчитывает около 186 тысяч подписчиков. Что касается его дальнейшей карьеры в Хардкоре, пока что ничего не известно. Будем ждать дальнейших новостей. На этом моменте я бы хотел завершить данный выпуск про Хамзата Маэстро Куриева, который, можно сказать, прошел все тернии жизни. Пишите в комментариях, что вы думаете о Хамзате. Надеюсь, данный выпуск получился достаточно интересным. Если он вам понравился, то буду благодарен за ваш лайк, подписку на канал и колокольчик. Большое вам спасибо за просмотр. С вами был Ударник. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok